Офисы по подбору персонала на Актага и Башшаколь закрываются до февраля для обработки результатов тестирования. За 8 месяцев отбора кандидатов в команды для строящихся родников заявки подали свыше 1700 человек. 80% из них прошли тестирование. Кандидаты, успешно прошедшие этот этап, будут приглашены на собеседование. Планируется, что они начнутся в феврале. После прохождения интервью с непосредственным руководителем, мы будем формировать пул кандидатов, которым будем готовы делать предложения о работе и направлять их на дополнительное обучение. Напомним, в мае 2013 года стартовал проект по подбору персонала на проекты роста Актага и Башшаколь. Крупные неосвоенные месторождения меди. Ввод в эксплуатацию этих долгосрочных проектов нового поколения позволит Казахмус в ближайшие годы увеличить свое производство более чем на 60%. Формирование команд для будущих рудников ведется исключительно из числа действующих сотрудников компании. Компания «Казахмыс» богата собственными опытными, квалифицированными специалистами. Мы уже знаем своих работников, и нам остается только доучить их работать на современном оборудовании, которым будут оснащены производственные мощности Башшаколь-Актага. Вместе с сотрудниками «Казахмыса» первые годы будут работать и иностранные специалисты, имеющие большой опыт в реализации проектов подобного масштаба. На проекты будут приглашены порядка 90 профессионалов из Канады, Австралии, Англии и других стран. 27 из них уже присоединились к командам. Основная задача иностранных специалистов – осуществить запуск предприятий и выстроить технологический процесс. Через 2-3 года проекты Башшаколь-Актага будут управляться собственными кадрами. В связи с этим основная задача HR – подготовить кадровый резерв. И в первую очередь на те позиции, куда сегодня мы принимаем иностранных специалистов. Уже в феврале прием заявок на участие в отборе во всех офисах проекта возобновится. Полную версию интервью с HR-директором будущих флагманов «Казахмыса» читайте на портале «Мы.Казахмыс». Там же размещены все необходимые контакты. Продолжение следует...